Сегодня в газете «Правда» и «Советская Россия» опубликованы мои обязательства перед гражданами России как кандидатов в президенты Российской Федерации. Все основные идеи, которые высказывали в ходе местных и думской выборной кампании, сюда включены в качестве моего личного обязательства. Одновременно мы включили сюда предложение всех ведущих научно-исследовательских учреждений, вместе с которыми проводили целую серию мероприятий. Мы проводили съезд депутатов Сибири, Дальнего Востока, всех уровней, где Академия наук под руководством Жареса Алферова и Новосибирское отделение Академии наук подготовили нам реальную программу развития производительных сил и поддержки образования и наук. Вместе с руководителем всех общественных организаций в Нижнем Новгороде провели при формировании народного ополчения массовый народный исход, где получили наказы по реализации наших социальных программ. И одновременно на съезде утвердили 22 отраслевые программы, которые лежали в основу моих обязательств. Все материалы были представлены на встрече на моей родине в Орле, так называемый «Русский старт», где я дополнил наказами семи ведущих специалистов, которые выступали на этом собрании. Сегодня материалы опубликованы. Я хотел, чтобы эти материалы представил мой секретарь Новико Дмитрий Георгиевич, который возглавляет идеологическое направление. Пожалуйста, Дмитрий Георгиевич. Основной фокус общественного внимания сосредоточен сегодня на проблемах политической жизни, на проблемах, в частности, избирательной системы. Будучи избранным президентом России, наш кандидат гарантирует осуществление существенных изменений в политической жизни России, изменений, нацеленных на расширение принципов народовластия. Есть понимание того, что начинать нужно с очевидных вещей, поэтому в случае избрания президентом Геннадий Андреевич намерен дать правоохранительным органам поручение расследовать все факты нарушения законодательства в ходе выборов. Ну и, если этого не случится раньше, господин Чуров будет отправлен в отставку. Данный гост будет с этого момента занимать кандидатура, согласованная с политическими партиями. Соответственно, и избирательные комиссии будут формироваться на основе партийного представительства. Целый ряд других конкретных предложений, призванных сделать выборы в России честными и прозрачными, КПРФ уже превратила в свои законодательные инициативы. Эти законодательные инициативы были представлены на минувшей неделе в ходе пресс-конференции в Государственной Думе, в которой также участвовал наш кандидат в президенты. В обязательствах Геннадия Андреевича подтверждается его намерение, о котором было в декабре еще заявлено, провести внеочередные парламентские выборы. Они будут назначены на 1 декабря текущего года. И одновременно с выборами в Государственную Думу будет избран новый состав Совета Федерации. Верхняя Палата Парламента станет избираться прямым голосованием избирателей по два представителя от каждого региона, от каждого субъекта Федерации. Состав парламента не просто изменится, расширятся его полномочия, расширятся его контрольные функции. А губернаторов станет избирать население. В стране заработает единая система местных советов и при этом расширится доходная база местного самоуправления. Ну и народные судьи на уровне городов и районов, начиная с 2014 года, будут избираться также населением. Программа действий Зюганова гарантирует гражданам право отзывать депутатов, президента, глав исполнительных органов власти за нарушение своих предвыборных обещаний. Ну и, конечно же, будет сделано то, что мы давно обещаем. Это будет принят новый закон о референдуме, который вернет народу реальное право на его проведение. После избрания президента наш кандидат гарантирует формирование правительства народного доверия. Оно будет построено по коалиционному принципу, решающим условиям для приглашения на работу. В правительство будет профессионализм и готовность работать честно и результативно. Целью правительства станет преодоление тех угроз, с которыми столкнулась сегодня Россия в результате 20 лет бездарной, зачастую откровенно вредной политики. Результатами такой политики, на наш взгляд, являются основными. Это колоссальное социальное неравенство, демографическая катастрофа, развал экономики, утрата обороноспособности и духовно-нравственная деградация. Вот эти угрозы и предстоит преодолеть нашему президенту и его правительству. Для этого будет проводиться курс, соответствующий формуле 3 плюс 7 плюс 5. Она включает 3 направления внешней политики, 7 направлений новой экономической политики и 5 социальных приоритетов. При самом пристальном внимании к вопросам внутреннего развития, эта часть занимает основное место в обязательствах нашего кандидата. Тем не менее, формула начинается с внешнеполитических вопросов. Почему? Да потому что в условиях глобализации и экономический кризис это подчеркивает. Любая страна все больше и больше зависит от мировой конъюнктуры. Это нельзя не учитывать. Ради благоприятных условий для развития России Геннадий Андреевич Зюганов ставит задачи защиты безопасности страны, борьбы за многополярный мир, повышение роли ООН, снижение влияния НАТО и экономическую интеграцию с нашими соседями. В числе первых шагов, в частности, будут устранены те препятствия, которые имеются сегодня на пути создания крепкого союзного государства Белоруссии и России. Правительство Зюганова обеспечит проведение национализации. Осуществляться она будет строго по закону. По этому вопросу будет проведен всероссийский референдум. При этом мы уверены на поддержку граждан в ходе такого референдума, поскольку народный референдум эту поддержку уже обеспечил. Общенародную собственность на природные ресурсы закрепят лесной кодекс, водный кодекс, закон о недрах, земельный кодекс. Вместе с сырьевыми отраслями национализация затронет ряд других базовых отраслей промышленности, банковскую сферу, энергетику, железные дороги, авиастроение. Она коснется узкого круга, при этом выиграет вся страна, включая малый и средний бизнес. Для тех, кто прихватил народную собственность, общенародную собственность в 90-е годы, но затем вкладывался в развитие производства, для тех в ходе национализации будут предложены различные формы компенсации. Правительство будет готово пригласить этих людей в качестве специалистов и в качестве инвесторов для участия в интересных проектах. Но при этом новое правительство облажать прихоти олигархов не намерено. Наши специалисты, экспертное сообщество, которое работает вместе с фракцией КПРФ в Государственной Думе, почитало и уверенно заявляет о том, что благодаря национализации доходная часть бюджета России к минимуму удвоится. А это значит, что появляются средства и на социальные программы, и на новую индустриализацию страны, и на развитие науки, на вложение в сельское хозяйство, на решение многих других вопросов. Расходная часть бюджета, связанная с сельским хозяйством, вырастет до 10-15% расходной части бюджета. Но, естественно, именно работа промышленности, именно работа сельского хозяйства обеспечит экономический рост и самые надежные поступления в бюджет. Даст эти поступления ряд других мер, в их числе государственная монополия на водочную продукцию, в их числе переход к прогрессивному подоходному налогу, когда даже при освобождении от его уплаты бедного населения, тем не менее, переход к такой шкале дифференцированно обеспечит ежегодную прибавку в бюджет не менее чем на 2 триллиона рублей. Ну и, разумеется, вступив в должность президента, Геннадий Андреевич гарантирует единую социальную политику на всей территории страны, выполнение социальных обязательств государства не будет зависеть от размера бюджета, местного самоуправления или регионов. Главным образом, эти потребности будут закрываться за счет федеральных средств. Россия станет страной без медвежьих углов. И мы рассматриваем этот вопрос и как вопрос социальной справедливости, и как вопрос обеспечения дружбы народов, единства и целостности страны. Ну и принципиальным является девиз, под которым идет на эти выборы Геннадий Андреевич Зюганов. Один из девизов, он выглядит так. «Справлюсь за 6 лет». Мы действительно уверены, что это достаточный срок для того, чтобы команда Зюганова решила основные проблемы, накопившиеся сегодня в нашей стране. Многие творческие союзы, руководители, таланты и люди активно поддерживают нашу программу и наше движение. О очередном этапе переговора о подписании соглашений сейчас доложит Вадим Валентинович. Общественный совет в поддержку кандидатов президента Зюганова Геннадий Андреевича видит основную свою задачу в том, чтобы сформировать широкую коалицию сил поддержки нашего кандидата. В настоящий момент входят в совет такие уважаемые люди, как Академик Алферов, Академик Кашин, деятели культуры, искусства, писатели, депутаты, политические деятели. Сегодня, уважаемые друзья, вы присутствуете на очень важном и серьезном мероприятии. Сегодня мы договорились объединить усилия с нашими основными, пожалуй, союзниками по левому движению, по левому фронту, который так и называется «Левый фронт». Мы придаем огромное значение этому, как важнейшему этапу в консолидации всех социалистических сил, заинтересованных в стабильности страны и в том, чтобы менять власть, улучшать власть и улучшать экономическую и политическую ситуацию в стране. Вот сегодня мы будем присутствовать на подписании такого соглашения, и это, повторяю, важнейший этап в формировании широкой коалиции, из которой, в свою очередь, должно вырасти коалиционная правительство. Я действительно считаю, что сегодня важный исторический момент. Страна получает возможность выйти из политического кризиса максимально мирным, конструктивным образом. И подписание сегодняшнего соглашения, я думаю, важный шаг в этом направлении. Теперь чуть более подробно. После 4 декабря страна проснулась. Вышли на улицу сотни тысяч граждан, которые до этого терпели, молчали, сносили вот эти издевательства, которые над нами чинит действующая власть, над всеми. Я на своем опыте убедился в этом властью, когда месяц незаконно был под арестом на Новый год, встречал Новый год за решеткой. То есть этот цинизм, беззаконие, оно становится сегодня очевидным для большинства граждан. И когда эти сотни тысяч вышли на площади, мы сами были очевидцами, вы в первую очередь, того, что происходило в Москве, люди начали искать ответ на вопрос, а как выйти из этой ситуации, как выйти из кризиса, потому что только уличные акции, только массовая мобилизация – это хорошо, но этого недостаточно. Пока власти игнорируют требования, они не идут ни на какие переговоры, поэтому сейчас, в преддверии 4 марта, у нас появляется, и вот подписав это соглашение, мы двигаемся в этом направлении, появляется возможность решить вот эту проблему, выйти из кризиса мирным способом, дав реальный бой кандидату от партии власти Владимиру Путину уже на выборах 4 марта. Для этого мы инициировали это обращение, 9 января мы обратились к зарегистрированным на тот момент кандидатам, Геннадию Андреевичу Зюганову и Сергею Миронову, именно с тем обращением, стать гарантами реализации народных требований, о которых говорят люди на площади. И очень отрадно, я считаю, очень показательный момент, что откликнулся и первым пошел на подписание официального соглашения именно Геннадий Андреевич Зюганов, лидер той партии, которая завоевала большинство голосов на декабрьских выборах, но мы не берем Единую Россию, мы берем оппозицию, даже при всех фальсификациях, при всех нарушениях был достигнут серьезный хороший результат, если бы выборы были честные, этот результат был бы гораздо мощнее и сильнее. То есть это показывает и дает сигнал всему гражданскому обществу, что данный кандидат, Геннадий Зюганов, готов стать гарантом реализации тех требований, о которых говорят люди. И в этом соглашении, текст у вас есть на руках, очень четко прописаны все пункты, мы достигли взаимопонимания практически по всем вопросам. То есть там и освобождение политзаключенных, там и коренная реформа избирательного и политического законодательства, реформа порядка формирования избирательных комиссий, там досрочные выборы в парламент, там выборы Совета Федерации, реформа судебной системы. Мы делаем этот важный первый шаг, и я подчеркну, что в соглашении и Левый фронт берет на себя серьезные обязательства, а именно, если вы прочитаете, мы будем сейчас содействовать и инициировать созданию широкого блока самых разных гражданских, социальных, политических движений, ведь на улицы сегодня выходят самые разные люди, не только сторонники Левого движения, не только сторонники КПРФ, большинство вообще люди, которые пока четко не определились, а кого они будут поддерживать 4 марта. И вот это соглашение, это очень важный сигнал обществу, что кандидат Геннадий Андреевич Зюганов не на словах, а на деле готов выполнять их требования. Я думаю, следующим шагом, и Левый фронт будет здесь как раз выполнять основную нагрузку, мы будем такими посредниками, что ли, в достижении более широкого соглашения уже с другими социальными движениями, гражданскими движениями, «Белая лента», «Лига избирателей», различные экологические движения, просто беспартийные граждане, которые выходят сегодня на площади. Я думаю, до 4 марта такое соглашение уже не только с Левым фронтом, а с широким гражданским движением должно быть обязательно подписано. И тогда мы получаем четкую и понятную ситуацию, что 4 марта мы должны дать бой этой нелегитимной власти, побороться сначала за второй тур, хотя, я думаю, надо ставить максимальную задачу, победить в первом туре. И в этом нет ничего нереального, как бы нас не убеждали сегодня кремлевские пропагандисты. Но как минимум побороться за второй тур и постараться выйти из кризиса уже в марте. И если эту возможность обеспечит кандидат Геннадий Андреевич Зюганов, это будет прекрасно. На сегодня мы все четко понимаем, наибольший рейтинг, наибольшая возможность действительно дать бой Путину есть именно у Зюганова. И уже 21 февраля, января, простите, мы вместе с КПРФ выходим на акцию за честные выборы на Манежной площади. А 4 февраля, я думаю, это будет очень важно, планируется общегражданское шествие за честные выборы, по аналогии с теми акциями, которые были на Болотной площади проспекта Сахарова. Я думаю, очень важно, если представители КПРФ примут самое активное участие в этой акции, наполнят своими лозунгами, своими флагами, своими идеями это шествие. И тогда действительно люди увидят, кто с народом, а кто остается в тиши кабинетов и надеется на какие-то куларные договоренности с администрацией президента. Я думаю, что вот эти акции будут очень важны в донесении идей, заложенных в нашем соглашении. Спасибо. Уважаемые товарищи, в присутствии кандидата на пост президента Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова ставятся подписи под соглашением между Общественным Советом в поддержку кандидата и Левым фронтом. Соответственно, подписи ставят Вадим Кумин и Сергей Удальцов. Давайте медленно, что-то как-то из исторического момента, медленно подписываем. Вот оно подписано, подписано соглашение совместное. Это важный шаг, исторический момент. Поздравляем всех нас. Давайте руки поднимем. Вы знаете, что перед выборами 4 декабря Левый фронт занимал быкатистскую позицию. И наша публичная позиция, от которой мы не отказываемся, заключается в том, что выборы, в случае сложившихся условий, остаются нечестными, несправедливыми и, в конце концов, нелегитимными. До тех пор, пока к ним не допущено большинство реальных политических сил, до тех пор, пока правящая олигархия сохраняет в своих руках почти тотальную гегемонию средств массовой информации, сохраняет административный ресурс и возможность грубо вмешиваться в народное волеизъявление на всех его этапах, эти выборы честными признать мы не можем. Поэтому мы по-прежнему ставим перед собой задачу не столько ремонта, сколько демонтажа, институционального демонтажа путинского режима со всеми его антидемократическими и антисоциальными механизмами, которые стали главным препятствием на пути развития страны. Но, как сторонники, принципиальные сторонники возможности мирных перемен, мы не можем пройти мимо, может быть, последнего оставшегося у нашей страны шанса на эволюционные, мирные, процедурные, демократические перемены. Поэтому наше соглашение с товарищами из КПРФ служит этой задачей. Мирной мобилизации гражданского протеста вокруг доступной миллионам людей и гражданской демократической процедуры. В целом, в ряде регионов, где существуют организации Левого фронта и Вангарда Красной молодежи, наши молодежные организации в акциях протеста сотрудничают. Я знаю, что достаточно активно идут эти процессы, поэтому я думаю, что и с точки зрения предвыборных мероприятий, и с точки зрения протестных акций, и с точки зрения обеспечения честных, прозрачных выборов президента Российской Федерации, наши усилия совместные будут не только продолжаться, но и активно развиваться. Я думаю, что это хороший посыл на дальнейшее выстраивание, в том числе и молодежной политики левого толка нашей партии. Хочу напомнить, что наше народно-патриотическое движение впитало в себя около 200 ведущих организаций. Оно активно готовило местные думские выборы, и не случайно мы одолели «Единую Россию» практически почти во всех городских поселениях. От Владивостока до Калининграда мы выиграли у «Единой России». В крупнейших городах миллионников, такой как Нижний город Новосибир, практически победили их во всех основных округах. Для нас очень важно расширить состав участников в ходе президентских выборов. 38 организаций подписали соглашение о единых действиях по проведению акций протеста. Да, вот у нас 21 января, час дня на Монежной площади, состоится такое действие с двумя лозунгами – «За честные выборы и достойную жизнь граждан». Я официально обратился ко всем политическим партиям и движениям принять участие в этом мероприятии с гарантией того, что их представители получат возможность обратиться к массам своим видением ситуации, но с общим видением борьбы за честные выборы и достойную жизнь всех граждан. Мы уже проводили такого рода мероприятия и представляли право выступить тем, кого делегировали эти партии и движения. Более того, по моему предложению, Совет Госдумы рассмотрел вопрос об отчете господина Чурова и всех силовых министров за проведение прошедших думских выборов. После довольно обстоятельной дискуссии принято решение пригласить их 27 января на заседание Госдумы, и мы к этому тщательно готовимся. Наша юридическая служба здесь представлена Клычков. Пусть сам Андрея Евгеньевича, который возглавляет эту службу, он одновременно является руководителем нашей фракции в Московской думе. Уже обобщили почти полторы тысячи материалов, и многие материалы поданы в суды для рассмотрения их в юридическом порядке. Одновременно мы активно ведем переговоры с теми, кто вел наблюдения из международных наблюдателей. В очередную пятницу приедут два садокладчика, которые будут выступать в Совете Европы. Мы проведем с ними встречи, ознакомимся с теми материалами, которые они подготовили. Хочу напомнить еще несколько лет назад, после думских выборов, мы официально не признали их и подарили все документы в Европейский суд. Там 10 тысяч документов, в том числе большинство из них переведены на иностранные языки. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас в это время. Я благодарю, что переговоры идут успешно. Они сегодня продолжатся целым рядом еще очень влиятельных политиков, государственных деятелей и учебных.